Вечер добрый! Мы начинаем свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Гаевский Тимур Вячеславович, начальник управления развития ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского муниципального района. Тимур Вячеславович, мне, конечно, безумно хочется быть оригинальной в своих вопросах, но, тем не менее, посоветовавшись с вами и подумав о том, что всем нам предстоит сейчас попрощаться и с осенью, как мы недавно попрощались с летом, пора думать о зиме. Как проходила подготовка, что сделано и какие доделки осталось реализовать? Ну, надо сказать, что подготовка по состоянию на сегодняшний день к отопительному периоду уже завершена. Предшествовала этому очень серьезная системная работа служб жилищно-коммунального хозяйства. Были выполнены все мероприятия, предусмотренные в рамках подготовки к зиме. И в настоящий момент мы уже в стадии принятия постановления о начале отопительного периода. Должен сказать, что среди существенных условий этого постановления то, что с 1 октября мы обязаны запустить все социальные объекты. Но, должен сказать, что сегодня уже ряд образовательных учреждений направляют свои заявки на включение отопления сегодня. Мерзнут детки. Ну, надо быть объективными, понимать всю ситуацию, да. И весь жилищный фонд будет традиционно обеспечен теплом при установлении нормативной температуры 8 градусов по Цельсию в течение 5 календарных дней. Но, как правило, мы, и жители об этом знают, мы также оценим объективную обстановку. Да, к объективной обстановке я также отношу и обращение жителей, если будут такие поступать. Посмотрим по ситуации, я не исключаю, что тепло подадим раньше. Что делалось? Какие-то замены коммуникации? Глобальные, может быть, какие-то происходили перемены? Ну, о замене коммуникации дома сейчас говорить не буду. Это системная работа постоянная, которую проводят службы регулярно. А из серьезных мероприятий, надо сказать, что за последние два года была проведена серьезная работа по реконструкции районной тепловой станции. В течение этих двух лет полностью были заменены три котла. Мы вышли на очень серьезную производительность, 170 гигакалорий. Сегодня мы в стадии завершения пуска четвертого котла. И выходим в отопительный период, уже полностью с введенной в действие новой РТС, которая даст нам в следующем году уже производительность 240 гигакалорий, которая покроет нашу потребность с учетом вводимых сейчас в городе Видный новостроек. Помимо РТС, надо сказать, что ведется строительство в районе деревни Тарычево водорегулирующего узла. В этом году уже построен первый резервуар на 10 тысяч кубометров. Этот водорегулирующий узел, этот проект также обеспечит город на ближайшую перспективу водоснабжением. К этому водорегулирующему узлу инвесторы компании МИЦ, группа компаний, они ведут два подводящих коллектора со стороны Москвы, которые обеспечат водоснабжение в объеме, который сегодня город потребляет. То есть мы увеличиваем лимит в два раза. Это достаточно серьезный проект. И надо добавить, что в районе по Америке Бицы, ниже в Нейкопе, где у нас городская КНС, там сейчас ведутся работы по строительству новой городской КНС, также силами компании МИЦ, которая позволит увеличить производительность отводимых стоков канализационных более чем в два раза. Раз уж мы говорим о подготовке к зиме, то стоит затронуть тему СНТ Ильинского. Люди очень боялись, что в зиму они придут с такими условиями, в которых невозможно жить ни осенью, ни летом, ни тем более зимой. Я знаю, что ситуация разрешилась. Каким образом, мы сейчас узнаем из нашего телерепортажа, а затем все ваши комментарии. Месяц тяжеловато был без света, но зимой мы боялись будет хуже. Однако испытывать прочность жителей СНТ Ильинской на выживание без света лютой зимой не пришлось. История, которая началась 5 августа, закончилась, хотя и длилась больше месяца. Поняли, как свет нам нужен, когда мы его потеряли. Встаешь, я встаю рано по натуре, человек пожилой, делать нечего, темно, лежу и думаю, ну чем пойти заняться, ну чем. Света нет. Больше всего не хватало холодильника, потому что жили я, у меня нет генератора, поэтому я жила очень тяжело. Продукты в кастрюльке, часть в погребе, часть в кастрюльке, налита вода, накрываешь полотенцем мокрым, вот так мы жили. 12 сентября электроснабжение садового некоммерческого товарищества было полностью восстановлено. На землях общего пользования были установлены новые опоры, что позволило соблюсти права собственников земельных участков, что очень немаловажно в этом вопросе. Напомним, что изначально свет у 300 жителей отключился из-за того, что хозяйка одного из участков демонтировала электрический столб, стоявший на ее территории. Постоянно на текущий момент все абоненты садового некоммерческого товарищества запитаны по постоянной схеме. Я надеюсь, что проблем в дальнейшем на данном участке у нас не будет, с учетом того, что схема нового выполнена очень качественно и силами очень серьезной авторитетной организации. При этом за строительство новой лэб, который открытое акционерное общество МАЭСК поставит на свой баланс, еще никто не платил. Обязательства по денежным средствам лягут на жителей СНТ Ильинское. Какие расходы понесет виновница блокаута Оксана Иванова, пока неизвестно. Положительный результат от всей этой истории лишь в том, что сейчас проводится инвентаризация объектов энергообеспечения всех садовых и некоммерческих товарищей на территории Ленинского района, дабы избежать повторения таких ситуаций в будущем. Елена Бабина, Юлия Погосяна и Адамия, Елена Кошлева, Видное ТВ. 39 дней, люди без света. В принципе, история знакома практически всем жителям. Закончилась она вот так вот положительно. Какие уроки из нее мы излетли? Да, слава богу, что эта ситуация закончилась благополучно. Я сейчас, конечно, не буду давать правовую оценку деятельности виновницы торжества, в кавычках. Этим должны заниматься полномоченные на то органы правоохранительные. Я должен сказать, что ситуация, которая сложилась в СНТ Ильинском, она озадачила очень сейчас нас. Потому что мы столкнулись с ситуацией, когда линейные объекты, я имею в виду сети, подводящие сети электроснабжения, они не были надежащим образом оформлены в собственность СНТ. И, соответственно, это послужило причиной этого конфликта с одной стороны. Я не беру сейчас опять же мотивы гражданки Ивановой. Но подтолкнуло нас это к необходимости сейчас, что мы планируем сделать, организовать работу по проверке условий энергоснабжения всех садовых некоммерческих товариществ, дачных, независимо от организационной правовой формы, на территории района. Посмотрим, как с этим обстоят дела. Сейчас эта работа будет налажена и администрацией района, и администрациями поселений. Определим слабые места и совместно с активом некоммерческих товариществ мы эту работу начнем. Потому что я, по имеющейся у меня предварительной информации, понимаю, что процентов 30 сетей, они находятся практически в таком же состоянии. И тогда в завершении этой темы вопрос, насколько сложно было, это для нас, кажется, сроки краткие, а людям 39 дней было долго, восстановить эти сети и уже пустить электричество? Ну, вопрос сложный. На самом деле определялся источник финансирования, и долгая работа шла по минимизации сметы самой в результате. В результате был заключен договор между садовым некоммерческим товариществом компании, открытым акционерным обществом МАЭСК, силами подрядной организации которой была эта работа выполнена. Как уже было сказано, работа выполнена качественно, я надеюсь, там проблем никаких в дальнейшем не будет. Сейчас надо только единственное, чтобы провести все мероприятия по подготовке необходимой исходной документации для окончательной регистрации права собственности на этот объект и выстроения всех договорных отношений с компанией МАЭСК. Ну, а мы продолжаем наш эфир. И мне известно, что завтра в Подмосковном Королеве состоится конкурс областной «Лучше по профессии». Делегировались ли наши профессионалы для участия в этом конкурсе? Ну и какие шансы? Да, у нас в районе был проведен предварительный этап этого конкурса. Участвовали представители Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства, наши районные управляющие компании. Есть очевидные лидеры, которые стали победителями этого конкурса, предварительного этапа. И завтра, как вы уже сказали, в городе Королев будет областной конкурс. У нас едет туда завтра целая группа. Я постараюсь тоже подъехать, чтобы поддержать наших коллег. Я, по крайней мере, ему обещал это сделать. Это очень важно. Я считаю это своим долгом. Ну и очень надеюсь, что наши коллеги, наши специалисты сделают все возможное для того, чтобы мы заняли призовые места. А я знаю о одном конкурсе, который уже завершился. Известны победители. Это районный конкурс на лучший двор и лучшую детскую площадку. Мы снимали сюжет, который я предлагаю сейчас все вместе посмотреть. Привлекательности придомовой территории дома номер 82 по Школьной улице, где установлена детская площадка, добавляет вид на Тарычевский пруд, который очень дорого вид новчанам. Правда, берега его не ухожены. Я очень надеюсь, что наши инвесторы, компания Мецинвест, которая сегодня занимается активным строительством на Тарычевском поле, выполнит свои обязательства, проведет работы на этой территории по благоустройству этого пруда, с организацией пешеходных дорожек. То есть в рамках тех обязательств, которые они брали на себя, то, что было предусмотрено программой застройки этой территории. И это планы на будущее. А пока жители этого дома, родители и дети, наслаждаются отдыхом на большой детской площадке, которая была установлена в 2013 году. Очень хорошая площадка, замечательная, очень нравится. Для маленьких детишек просто прелесть. И маленькие горочки, и качели замечательные, и все очень яркое. Нам нравится. Спасибо большое. Играем, на котельке катаемся, на машинке играем просто, на песочке. Андрей Шустав живет в соседнем доме, но приходит сюда потренироваться. Я подтягиваюсь, как бы еще набираюсь сил, лишь скульптур, чтобы быть подготовленным. В рамках работы комиссии по благоустройству в районе ежегодно проводятся конкурсы. И эта детская площадка городского поселения «Видное» стала победителем в номинации «Лучший квартал Двор-2014». Должен сказать, что мы и район, и поселение активно участвуют в областных конкурсах. По результатам прошлого года лучшей детской горовой площадкой стала площадка «Городок детства» в поселке Развилка. И придомовая территория в номинации «Двор-квартал» по лучшему содержанию, территория в поселке Совхоз имени Ленина. Тоже заняла первое место. Вот такие у нас результаты. Администрация городского поселения «Видное», выбирая проект этой площадки, предусмотрела все. Но у жителей есть свои замечания. Но минусы, на мой взгляд, серьезные. Это, конечно, покрытие той части площадки, но, наверное, не до конца доделано что-то. Видимо, нет стила прорезиненного, который должен, во-первых, от ушибов детей, чтобы они предохранять. И плюс ко всему, вот эта пыль в перемешку с галькой, которая сейчас там летом, у нас дети кашляли, аллергические реакции были. Вот это минусы, и, конечно, огромный минус. Мы очень боимся за детей. Они у нас выбегают вот в эти пароходы, и машины их не видят. Нету лежачих полицейских. Эти предложения жителей заслуживают внимания. И хотелось бы, чтобы администрация городского поселения Видное прислушалась бы к ним. Людмила Медведева и я, Дамя, Елена Кошлева, Видное ТВ. Тимур Вячеславович, ну вот, с одной стороны, мы и рассказали, похвалились результатами, но и услышали мнение наших телезрителей, что еще и как можно улучшить. Телезрители всегда надо прислушиваться, делать выводы и, соответственно, учитывать в дальнейшей работе. Ну, кстати, что касается лежачих полицейских, действительно, это объективно, там напрашиваются они на этой территории. Эта территория является придомовой по всем нормам. И, конечно же, мы с вами понимаем, что там должны быть ограничители, с учетом того, что там огромное количество транспорта. Давайте об этом конкурсе еще немного. Много ли территории городских и сельских поселений представляли свои дворы? И насколько они все соответствовали, например, призовым местам? Или кому-то еще нужно доработать? Нет, ну, у нас многие поселения участвуют в этом конкурсе. Представлены были несколько объектов. Но мы коллегиально, у нас существует комиссия, которая занимается оценкой результатов. Мы посмотрели все предложения и по результатам этих предложений вот выбрали два объекта по двум номинациям. Конечно, хотелось бы, чтобы у нас этих объектов было больше и выбор был больше. Но в этот раз у нас четыре поселения нам дали предложение свое. И хотелось бы, чтобы, конечно, все. Но мы будем стараться в следующий раз выводить большее количество объектов. Может быть, следующий год будет более плодотворным? Хотя бы потому, что только сейчас установлены новые три спортивные и детские площадки. Я знаю только о городе Видное. Расскажите об установке именно новых. Что касается новых площадок, то в этом году запланирована установка 26 детских площадок и спортивных. Это так называемый «workout» в переводе с английского «тренировка». То есть это для уличного фитнеса. Значит, эта работа сейчас ведется. Она будет в этом году завершена. Площадки по «workout», о которых я сказал, они будут установлены в районе дома номер 19 по улице Советская на проспекте Ленинского комсомола между домами 64-66 и в Тимоховском парке. Площадки установлены также в деревнях в Горках Ленинских, в городском поселении Горки Ленинские. Там установлены три площадки. В Мещерина, в Пуговичино и в Петрушино. Ну и в других поселениях также ведется эта работа. Помимо этого, жители сейчас видят о том, что в стадии завершения находятся работы по благоустройству придомовых территорий. Это дом номер 8 по улице Лемешко. Там сейчас ведутся работы по укладке асфальтового покрытия, пешеходных дорожек, по организации парковочного пространства. Вот в этой связи мне очень хотелось бы обратиться к жителям, проживающим в этом доме. У нас существуют очень жесткие рамки проведения этих работ. Они определены контрактом с подрядной организацией. И чтобы не сорвать эти сроки, не уходить глубоко в осень, огромная просьба к жителям, у кого стоят пеналы на территории, прилегающей к дому, эти пеналы убрать, потому что на этих местах будет располагаться новая детская площадка и также парковочная зона. До конца месяца основные работы должны быть завершены по этому адресу. Если они не будут убраны, они будут считаться бесхозными? Существует целая процедура. Я сейчас не хотел бы об этом говорить, занимать время уважаемых наших жителей. Они не останутся на месте. Да, для этого будут приняты в рамках закона все меры. Но, тем не менее, это просто усложнит решение нашей основной большой задачи. Подошло время поговорить и о ремонте, капитальном ремонте. Это областная программа, заработавшая уже. И мне бы хотелось, какие мероприятия планируются по капремонту именно в Ленинском районе. И я сразу хочу анонсировать, сейчас на экранах появится номер телефона горячей линии, где все неясные вопросы, связанные с капремонтом, можно разъяснить. Так я понимаю? Да, конечно. Это телефон, который сейчас увидят наши уважаемые зрители. Это телефон фонда капитального ремонта. Я напомню, что мы сейчас уже с вами находимся в активной стадии реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Реализацию мероприятия осуществляется некоммерческой организацией фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Это областная структура, которая учреждена правительством Московской области. У нас с вами, у всех, у жителей возникают обязательства по оплате минимального взноса на капитальный ремонт. Все заметили в платежных извещениях изменения с июня месяца. И работа достаточно серьезная, системная ведется администрациями поселения, компетенции которого относятся эти вопросы. На сегодняшний день фонд собрал уже достаточное количество средств для того, чтобы проводить мероприятия, которые были определены в рамках краткосрочных планов на 2014 год. И наши поселения участвовали в формировании этих планов и утверждениях в области. Надо сказать, что в этом году уже, несмотря на то, что эта программа является определенной инновацией для всех, для нас, и сам фонд провел очень серьезную работу, было много ошибок, эти ошибки исправлялись во времени. Постановление правительства об утверждении плана реализации мероприятий появилось только в июне месяце. Потом системно пошли проводиться конкурсные процедуры. И только сейчас проведена, например, конкурсная процедура по замене лифтов. Надо сказать, что в нашем районе в рамках реализации программы должно быть установлено 30 новых лифтов. В поселке Развилка, в городе Видное, и в поселке Измайлово, сельского поселения Булатниковское. Кстати, надо отметить, что долгожданным это событие будет для жителей двух домов по проспекту Ленинского комсомола. Дом номер 2, корпус 2 и корпус номер 3. Много обращений. Да, это на протяжении ряда лет. Мы пытались этот вопрос решить своими силами, но это дорогое удовольствие достаточно. Вот участие наше общее в этой региональной программе позволило нам эти мероприятия все-таки уже выйти на их на стадию реализации. Ну, помимо этих работ будут выполнены работы в отношении других элементов капитальных, элементов общего имущества. Это и кровли, и фундаменты, и цоколи, и так далее. Ну, это... Программа заработала, скажем так. Программа заработала, да. И для того, чтобы в следующем году эта программа начала реализовываться раньше, уже буквально весной, в этом году сформированы поселениями краткосрочные планы на следующий 2015 год. Они уже направлены в Министерство строительного комплекса, находятся в фонде сейчас капитального ремонта. И я надеюсь, что, извлечая ошибки и всякие нюансы в этом году, мы в следующем году уже выйдем на более системную работу в этом плане. Да, кстати, тот телефон, который наши уважаемые зрители видят сейчас, я надеюсь, на экране, это телефон горячей линии фонда капитального ремонта, по которому можно обращаться по всем вопросам, которые у жителей возникают. Те дома, которые подлежат, которые вошли в программу краткосрочную на 2014 год и подлежат капитальному ремонту в этом году, на этих домах, на подъездах размещены красненькие такие таблички, информирующие жителей о мероприятиях и о сроках проведения. Жители этих домов, я надеюсь, в курсе всех этих событий. Но еще раз говорю, если возникают вопросы, можно обратиться к нам, позвонить в управление по телефону 548-53-34, либо непосредственно в колл-центр фонда капитального ремонта. А вот первый вопрос, который касается капитального ремонта, задает его Морозова Юлия, проспект Ленинского комсомола, дом 20. Нашему дому 42 года, ему давно требуется капремонт. Коммуникации меняли, но только в подвале. Общедомовые же трубы пришли в негодность, водоотведение сгнило. И даже если я за свои деньги поменяю трубы в своей квартире, этот маленький кусок картины не изменит. Что делать, когда у нас будет ремонт? Мы с вами должны понимать, что программа капитального ремонта рассчитана на период с 2014 по 1938 год, то есть на 25-летний срок. Говорить сейчас о том, почему в этом году этот дом не вошел в капитальный ремонт, я сейчас счел бы преждевременным, потому что существуют определенные критерии оценки очередности включения домов в краткосрочные планы проведения капитального ремонта. И поверьте, этот дом не был наверняка включен не по каким-то субъективным причинам, а по объективным. Но я отдельно готов эту тему изучить. Это ПЛК-42, да, я правильно понимаю? ПЛК-20. Простите, ПЛК-20. Да. ПЛК-20, да, хорошо. Там вопрос звучал, я сама принимала это днем, позвонила телезрительнице, я приняла этот вопрос, она даже может быть и не о капитальном ремонте идет речь, а хотя бы о создании условий для нормального проживания. Я согласен, мы же с вами понимаем, сегодняшний жилищный кодекс трактуется однозначно. Все ремонтные работы капитального характера производятся за счет собственников жилых и нежилых помещений. Поэтому я на сегодняшний день готов начать разговор на эту тему с городским поселением видной компетенции, которая относится к формированию краткосрочных планов, и порекомендовать им обратить внимание на этот дом. Я думаю, что если там действительно степень износа коммуникации высокая и отвечает определенным нормативам, то будем рекомендовать включать этот дом в краткосрочный план текущего года. Следующий вопрос. Наши телезрители услышали о строительстве водорегулирующего узла в городе Видное и спрашивают, а будет ли такое строительство и в Расторгуеве? В Расторгуеве, конечно, мы планируем. И мы должны с вами понимать, что все упирается в средства. Это очень дорогое удовольствие. И если это говорить о том, что эти работы выполняют за счет бюджета района или муниципальных образований, то, поверьте, никакого бюджета не хватит. Я не буду сейчас называть порядок цен. Могу сказать только одно. Ну, хотя назову, почему. Водорегулирующий узел в деревне Тарычево. Согласно данным, по результатам экспертизы проекта, оценка этого проекта была, насколько я помню, 770 миллионов рублей. Это не шуточная стоимость, понимаем с вами. Поэтому проект реализуется за счет привлеченных инвестиционных средств. Что касается Расторгуевской части города, да, я знаю эту проблему. Более того, там сейчас в районе Суханово будет вестись строительство многоквартирного жилищного фонда. И в рамках выданных технических условий как раз эти мероприятия будут учтены. Мы работаем над этим. Следующий вопрос от Александры Васильевны. По улице Советской, дом 44, построили новую детскую площадку. Вокруг мусор, грязь, амбломки строительного мусора. Площадка ужасная, а раньше было лучше. Коротко отвечу, зафиксирую, и завтра разберемся по поводу того, кто отвечает и почему это не выполнено. Следующее предложение от нашей телезрительницы Татьяны, которая предлагает вам делать не только конкурс на лучшую площадку, но и конкурс на самую худшую площадку. Потому как недавно обращались в эфир к главе района, где был назван адрес Ольгинская, 49. Ее можно прийти, посмотреть и сразу отдать ей пальму первенства. Да, знаю эту проблему. С руководством городского поселения ВИДНО я отдельно обсужу эту тему. Это действительно требует внимания. Тем более мы видели все сюжеты с вами прекрасно. Да, знаем эту ситуацию не только по сюжету. Я постоянно выезжаю, совершая объезд города, смотрю внимательно на ситуацию не только города, района. Вот, знаю этот объект, уделим внимание ему. Проблема понятна, и будем над ней работать. Слушайте, а еще одна площадка, и тоже мы снимали сюжет на эту тему, когда наведут порядок на детской площадке Петровского проезда. Я помню, что там вынули сначала доски с горочки, потом поставили, они там шатались. Ну, проблемная площадка. Ну, понятно. Хорошо. Я тоже зафиксирую все вопросы, которые поступают сегодня в эфире. Я могу сказать, что завтра они уже будут рассмотрены. Еще раз расторгуем вам. Наведите порядок в управляющей компании в расторгуйской части города. Полный беспредел. Обращаются дворники Петровского проезда. Дворники Петровского проезда? Дворники Петровского проезда. Ну, хорошо. Мы с вами буквально за две минуты до конца эфира... Хотелось бы, я извиняюсь, хотелось бы, когда люди обращаются с такой просьбой, хотелось бы понять суть проблемы, да, то есть конкретно, о чем идет речь. Потому что если я руковожу процессом, я четко должен понимать детально, с чем я имею дело. Пожалуйста, может быть даже лучше оставить просто свой номер телефона, для того, чтобы связаться. Пожалуйста, я уже сегодня назвал его 548... Нет, нет, нет. Тому телезрителю, который обратился, чтобы в индивидуальном порядке часто решить эту проблему, уже меньше, чем даже две минуты. Поэтому несколько слов о общедомовых приборах учета. За две минуты я не расскажу эту тему, Лена. Это очень... Тогда мы ее оставляем. Это вопрос очень серьезный. Тогда мы ее оставляем. Программа оснащения многоквартирных домов общедомовыми приборами учета начинается у нас по плану в этом году и заканчивается до конца следующего года. Мы планируем обеспечить многоквартирными, общедомовыми приборами учета все многоквартирные дома. Я знаю, что у вас есть обращение к нашим телезрителям, поэтому прошу... Обращение, да, очень короткое. Я хотел сказать, что в рамках проведения единой недели мобильности Всемирного дня автомобиля на территории Ленинского муниципального района 22 сентября запланировано проведение ряда организационных мероприятий, целью которых является отказ нас с вами на один день от личного автотранспорта и использования общественного транспорта, пеших прогулок, велосипедных прогулок и так далее. Но это такая акция, которая проходит в Европе постоянно, ежегодно. Москва в том году у нас была новатором в определенном смысле. Москва и город Казань провели эти акции. Ну вот в этом году мы решили, почему бы не провести в области у нас в Ленинском районе. То есть 22 сентября предлагается всем жителям оставить свой личный транспорт возле дома и совершить пешие прогулки, либо воспользоваться общественным транспортом. Это, кстати, о пропаганде здорового образа жизни. Ну, вы покажете хороший пример в этот день? Конечно. А почему нет? Я пока не могу точно сказать, что... Хоть понедельник день и тяжелый, начинается с оперативных совещаний, но я приду пешком. Но, уважаемые телезрители, об этом стоит задуматься. 22 сентября запомнит этот день и, может быть, прогуляться или проехаться на велосипеде. Или попробовать прокатиться на троллейбусе в Ленинском. Почему бы нет? Конечно. Благодарю за то, что вы сегодня пришли к нам в эфир. Все вопросы, которые поступили, я вам сейчас отдам. Да, завтра я их рассмотрю все. Да, а на этом мы прощаемся с нашими телезрителями. Всего доброго, до свидания. Спасибо. Субтитры подогнали Симон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова